Домашнее насилие в России не будет считаться уголовным преступлением. 40% преступлений тяжких, равно убийства, совершаются за закрытыми дверьми в семье. Эти жуткие снимки одна из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, якобы успела отправить маме с мобильника, прежде чем его изъяли следователя. Каждый год от рук жестоких мужей гибнут тысячи женщин. Каждая четвертая российская семья страдает от бытового насилия. Мы собрали пять жертв домашнего насилия, чтобы узнать их мнение об этой проблеме. Шкала мнений. Участникам будут озвучены спорные утверждения. В зависимости от их мнения, им предстоит занять определенное поле и объяснить свою позицию. Полностью согласен. Частично согласен. Частично не согласен. Полностью не согласен. Агрессивный в семье. Агрессивный и в обществе. Мне кажется, как он себя ведет дома, так же и в обществе. То есть, если он дома, допустим, позволяет себе насильственные действия, то есть он и так же может поднять руку в обществе. Полностью не согласен. Есть такие прекрасные люди. Они прекрасны во всем. Они всем нравятся. Они улыбаются. Они не могут быть плохими. Они не могут быть садистами. Но это только социально адаптированные психопаты. Чаще всего эти люди настолько обаятельны, что им удается уйти от уголовного преследования. Они всех вокруг убеждают, в том числе и следователей, что они этого не совершали. И самое страшное, что им верят. Домашние насильники – это оборотни, которые в повседневной жизни могут быть абсолютно порядочными внешне людьми. При этом они вот таким образом, то есть через психологическое насилие, через физическое насилие, самоутверждаются. Именно в семьях. Именно за закрытыми дверями. Я думаю, что, во-первых, люди разные, по-разному. Бывают такие, бывают такие. И агрессию можно проявлять по-разному. Просто, скорее всего, она не будет проявляться вот так вот прямо явно в обществе. Если бы я только из своего опыта исходила, то я бы, наверное, встала сюда. Потому что мой отец действительно... Ну, никто не мог поверить, что так было. Вот. Даже его родители. Единичный случай домашнего насилия можно простить. Что такое простить? Простить — это значит дождаться следующего раза. В нашем случае. Я прощала. Неоднократно. Теперь, когда меня спрашивают, что делать, когда вот вас первый раз ударили или сделали пощечину и так далее, я говорю однозначно, всегда и сразу уходить. То есть они еще начинают сомневаться и думать, что действительно, возможно, это первый и последний раз, чем занималась я регулярно. То есть я всегда искала оправдания. Ни в коем случае нельзя прощать. Повторные акты неизбежны. Ну, у меня мама из тех личностей, которая постоянно отца прощала. Я — нет. Сколько мне было сказано, допустим, хотел бы я видеть сейчас своего отца, я говорил, что нет. Я-то считаю, конечно, что нужно однозначно валить, скажем так, да? Но вот если человек ударил один раз, я думаю, что он действительно может не ударить больше, если с ним провести курс психотерапии, если он сам туда пойдет, если он испугается себя, испугается, да, в каком-то смысле того, что он делает, вот, то, наверное, да. Но я бы, конечно, не стала на это рассчитывать, потому что, как показывает мой опыт, это очень длительная психотерапия должна быть. Я хотела бы спросить вас о зале. Имеет ли принципиальное значение, чем будет ударен человек? Газетой или ломиком? Ну, тюк, и все. Конечно, имеет. Естественно. Знаете, никто не знает, какой удар может быть первым и последним. Понимаете? Просто до определенной поры ты соглашаешься с тем, что ты не вступаешь в войну. А потом просто тебе надоедает, когда ты прощаешь, надоело. Понимаете? Надоело быть доброй. Хватит. Игра идет по другим правилам. И правила эти называются уголовный кодекс. Я ведь, понимаете, не к тому, что нужно остаться. Я-то сама бежала, сама уходила. Мне бы хотелось, чтобы помимо вот этого наказания конкретного, да, было еще и была какая-то работа проведена с этими людьми психологическая. Можно пытаться понять, можно жалеть, что свойственно, да. Если для человека возможно осуществить такое один раз, то будет и второй. жертва сама провоцирует насилие. Капец. Давайте вот так. Я буду очень краткой и очень категоричной. В насилии всегда виноват только насильник. Точка. Я думаю, что человек, который попадает в такие отношения, где он является жертвой, он жертва по жизни, по отношению к самому себе. Если я потенциально хочу считать себя постоянно жертвой, даже не отдавая себе в этом отчетах, я просто буду притягивать все это насилие к себе. Мне довелось неоднократно общаться со следователем по особо важным делам в Следственном комитете, который расследует убийство на сексуальной почве. Он мне рассказал, что жертва имеет свой запах. И насильник, агрессор, выискивает ее по походке, по повадкам. То есть у нее есть такой маркер. Понимаете? Но в этом же она не виновата. Она такая. Она совершенно не виновата в том, что другой человек ищет на кого бы направить свою агрессию. Чаще всего жертвами становятся абсолютно доверчивые и абсолютно добрые люди. Административное наказание за домашнее насилие эффективнее уголовного. Бред. Бред. Ну бред. Ну бред. Что? Бред. Нет. Я за введение смертной казни, за преступление против личности. И моя позиция здесь является совершенно крайней. и она мне очень нравится. Административная ответственность это простым вульгарным словом ни о чем. Это вообще ничего. Потому что привлечь к административной ответственности можно гражданина, если его только можно найти. Правильно? Ну да. Но его чуть-чуть поругают, но он чуть-чуть заплатит штраф. 500 рублей. Но самое интересное, что ему понравится, понимаете, чувствовать свою полную безнаказанность. Дело в том, что это связано очень с моей личной историей. Конечно, я считаю, что декриминализировали напрасно. Я даже не понимаю, зачем это сделали. Потому что насилие в моей семье продолжалось с 7 до ровно 15 лет. То есть до этого отец бил маму, потом он начал бить меня с 7 до 15. и дело в том, что закончилось это так. Однажды он не то, чтобы меня сильно побил, он кинул в меня какую-то вещь, у меня хлынула кровь с подбородка, случилась паническая атака, в результате судорог парализовало тело и он вызвал скорую. Скорая забрала меня и написала заявление на него. Мы пришли в суд, был суд, пришел отец, села мама, а судья зачитала вот это все. Вот именно с этого момента отец перестал меня трогать. И это очень важно, потому что тогда я видела, как он испугался. И я считаю, что это только благодаря этой статье. Если бы это была административка, да всем бы вообще пофиг было. И отцу в том числе. Что касается административного наказания взамен уголовного, у меня вообще возникает ощущение, что когда ты плачешь штраф за что-то содеянное, ты как будто бы где-то в голове устанавливаешь цену этому и, ну, человек... События разные могут быть? В плане? Вообще физического какого-то воздействия там? Ну, это не отменяет того, что я сейчас сказала. Дело не в тяжести события, а в том, что ты в принципе что-то совершил, ты заплатил штраф, вот тебе обозначили сколько это стоит, и ты можешь пойти и делать это дальше, если для тебя это незначительно и так далее. А про декриминализацию статьи на самом деле это очень страшно, потому что я думаю, что в нашей стране вообще в принципе мало женщин, которые находят в себе силы подать заявление, например, ну, а те, которые это делали, сейчас их лишили этого права. Ну, тут во мне играет юрист, вот, но я скажу, что это самый кощунственный законопроект, декриминализация статьи 115 побои, потому что... 116, простите, 115 это легкий вред, и наступила полная безответственность, то есть, что значит побои, это жесточайшее избиение бывает, с помощью предметов и так далее, и это признают побоями, и что, и в результате присуждается обыкновенный штраф. Ага, и срок привлечения три месяца. 5 тысяч рублей за то, что она сплошная ходячая гематома. Развязывают руки домашним насильникам эта декриминализация просто полностью, тем более в отсутствии закона о домашнем насилии в России. Без посторонней помощи выбраться из нездоровых отношений с домашним насилием невозможно. Исходя из моего опыта, когда жертва домашнего насилия приобретает синдром этой самой жертвы, который описан психологами уже как отдельно взятый синдром жертвы домашнего насилия, ну, где-то сродни стокгольмскому синдрому, если это вот объяснить, то женщина в таких отношениях, она замыкается в себе и даже ближайшим родственникам она не рассказывает об этом. И порой это может тянуться вот такая вот такие отношения годами. Но в моем случае это закончилось наверное только ну, как бы я не знаю, боже мой, это, конечно, кощунственно звучит, но только после вот этой трагедии, когда мне угрожала, ну, то есть когда я спасла себе жизнь, да, только тогда вот наступило вот это самое отрицание. До этого никто не знал, я никому об этом не рассказывала. То есть поэтому вот я здесь затрудняюсь. У меня мама вот из таких людей, которая до последнего молчала и просто был уже тот выпивающий факт, когда там отец в три часа ночи, дабы опираясь на чьи-то слова, что она там где-то кому-то ну, скажем так, строила глазки, он ее вытащил, начал избивать и до такого состояния, что она уже просто была черная, вот, то есть это был такой вот момент, да. Когда это стало достоянием. Конечно, да, то есть там уже, то есть утром уже пришел участковый, который забрал меня, младшего брата от тирана, да, и передал маме, и там это не мама, это просто вот неузнаваемая черная женщина, избитая. Ой, такой сложный вопрос, вроде правильно говорят, и, но в целом я считаю, что если у женщины есть силы об этом рассказать, у вас были? Когда я была в отношениях с сабьюзером, скажем так, ну, ваше уже, но тем не менее закончились они не потому, что мне кто-то помог, то есть вот это было, вот поэтому я здесь и стою, да, вот здесь, да, потому что я не совсем согласна, но в целом, ну, я понимаю, как бы там, да, вспоминаю себя, свою психологию, я бы, наверное, не дала никому помочь себе, вот что я хочу сказать, наверное, я бы не дала никому помочь, я бы до последнего, ну, так и было, даже когда моя подруга однажды узнала, увидела даже это, я начала оправдывать, говорить, что все равно, ну, какие-то такие слова, что все равно я хочу быть с ним, и я тогда не понимала, почему я хочу быть с ним, но закончилось это, тем не менее, как-то была какая-то внутренняя у меня точка внутри, наверное, да, какой-то анализ всего этого и закончилось. Вот знаете, какая помощь была бы к месту, вот образовательное имя, да, именно, просвещение, объяснение, вот то, что сейчас происходит, когда рассказывают свои истории, люди рассказывают свои истории, объясняют, что из этого можно выйти, почему это происходит, тогда задумываешься, ну, про себя, да, задумываешься, понимаешь, что как-то по-другому возможно, вот эта помощь, мне кажется, самая лучшая. Должны быть какие-то обучающие программы, что ли, или что? Я думаю, что просвещение, вот то, что благодаря истории сестер Хачатрян, сейчас эта тема очень сильно поднялась. Но не только благодаря истории Грачева, и так далее. Конечно, и Попова, и все, да, эта история сильно, ну, вот, про нее начали говорить. Я, в частности, тоже в своем блоге, я пишу о психотерапии, я там тоже рассказываю свою историю, и делюсь ей, и мне многие женщины пишут, и говорят, что моя история похожая, там, да, и рассказывают, и делятся, и я как бы понимаю, все, чем я могу помочь, я могу порекомендовать какого-то психолога, который этим занимается, да, который с этой темой работает. Но, тем не менее, я вижу, что, ну, как-то резонанс есть, люди задумываются, и это, наверное, тоже в каком-то смысле помощь. Вот, допустим, я находился в одном центре, приют детства, вот, Кульянов Сапармулаевич, директор его, и он помогает, вот, именно в сфере женщины с детьми, которые побывали в трудную жизненную ситуацию, которые убежали из дома от насилия, то есть от тиранов, да, таких центров должно быть больше, и в любом случае это должна проходить какая-то вот именно психотерапия, потому что... Реабилитация, конечно же, это, во-первых, не только на женщинах отражается, а потом это на младшем поколении. На детях. Очень важно то, о чем говорили мои собеседники, оказание психологической помощи. Но мне кажется, что это только малая часть. Потому что нарушаются права человека в прямом смысле этого слова. И помощь, которая должна быть оказана, прежде всего, юридическая, человеку нужно разъяснить, что с ним произошло в рамках правового поля. Какие права были нарушены и как их восстановить. А теперь представьте себе. Допустим, женщина разрывает отношения с абьюзером. И дальше он начинает подобного рода отношения. Он не меняется. С 10, 15, 20 партнершами. И жертв фактически становится больше. Когда мы говорим о том, что жертва нуждается в терапии, на самом деле в терапии нуждается, в жесткой терапии нуждается сам агрессор. Терапия должна быть медикаментозной и принудительной. Был момент, когда я пришла в университет на очередной какой-то семинар. Я пришла в платье наподобие того, в чем я одета сегодня. То есть у меня были синяки по рукам. И преподавательница просто на меня посмотрела и сказала, что... Вот короткая фраза, которую я помню очень хорошо до сих пор, что никому не позволяйте с собой такое делать. И она мне очень сильно помогла. Тем, что она обратила внимание, тем, что она не промолчала и так далее. Потому что, когда ты живешь в таком режиме, в какой-то момент для тебя это становится нормальным. Чем больше людей вокруг будут обращать на это внимание и говорить тебе, нет, так нельзя жить. Как бы задумайся о том, к чему это ведет. Вот это реально помощь, это помогает. Но человек не будет ничего менять, пока он не будет готов. Чтобы он был готов, я думаю, что помощь необходима. Но я полагаю, что есть люди, которые в состоянии справиться сами. Но таких людей, я думаю, очень мало. Что бы вы хотели донести до людей, которые в данный момент подвержены домашнему насилию? Первое. Ты не одна. Не бойся. Говори. Проси помощи. обращайся в полицию. Ты ни в чем не виновата. Виноват в этой агрессии только домашний насильник, то есть человек, с которым ты живешь в этих отношениях. Что бы ты ни делала, ничего невозможно изменить. Это не закончится. Поэтому я призываю просто прервать эти отношения. уйти. Во-первых, не надо это все терпеть. Если есть возможность, соседи кто-то слышит, то есть не проходите мимо, всегда обращайте на такие моменты. Потому что просто когда жертва будет просить помощи, может уже быть поздно. между вами не любовь. Люби себя, пожалуйста, и читай чужие истории. Найти в себе силы задаваться вопросами, например, почему я это допускаю, как я к себе отношусь, к чему это ведет, перестать это оправдывать. Вот. Ну и да, сказали, ты не одна, это очень важно. Важно понимать, что нет безвыходных ситуаций. Спасибо, что пришли и поделились своим мнением. АПЛОДИСМЕНТЫ